Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. Я Данил, добро пожаловать. У нас в магазине новинка. Несколько новых фронталок от бренда Мистер Блейд. Погнали! На данный момент, а это 14 ноября 2022 года, Мистер Блейд Ровер и его собрат, по-моему, он называется Рейм. Все верно. Это одни из самых доступных фронталок от именитого бренда. Что они из себя представляют? Это 201 мм общей длины. Клинок сделан из стали 9 хром 18 молибден ванадий с заявленной твердостью в 58-59 единиц по шкале Роквелла. Имеет толщину по обуху в 2,7 мм и ширину клинка в 20 мм. Ну, весит все это дело 185 грамм, а рукоять выполнена из... Лучше откашляйся. А рукоять выполнена из цинкового сплава. Что это такое, никто нигде не указывает. Просто написано цинковый сплав на всех источниках, где я проверял. В руке очень хорошо сидит. То есть, действительно, рукоять хорошо заполняет руку. И она имеет подобие бычкообразной рукоятки. Есть они у нас в нескольких расцветках. Роверы пришли в тановых исполнениях со светлыми и темными клинками. Ну, а вот его собрат Рейм приехал в полностью черном исполнении. То есть, это черный цинковый сплав и блэквош на клипсе и клинке. По профилю клинка тут все тоже достаточно понятно и просто. У Рейма это классический дроппоинт. А вот у Ровера это дроппоинт, правда, с небольшой рекурвой. Сведены все эти ножи достаточно толсто. Примерно в 0,6-0,7 мм. Про клинки и удержание в руке поговорили. Теперь про особенности. Рычаг, за который открывается фронталка, очень неплохо сделан. У него правильный наплыв и удобно и открывать, и закрывать. Все работает, в принципе, нормально и мне даже нравится. Учитывая, что это не микротек за заоблачные деньги. Клипса, как и полагает, настоящим фронталкам перекидывается на левую сторону. А это значит, что нож может спокойно использовать что правша, что и левша. Ну и на клипсе, вернее, с помощью именно этого элемента она крепится. Это здоровый стеклобой. Прям действительно здоровый. Я думаю, он уверенно разобьет какое-нибудь стекло и может нацарапать на капоте вашего недружелюбного соседа то, что вам нужно будет написать. Но так делать не стоит. В принципе, на карман садится хорошо. Вот к тому, что это полностью фронталка, тоже стоит привыкнуть, поскольку скоро зима и она будет действительно холодить руку. Однако, если работать этим ножом в перчатке, то никаких проблем холодная рукоять не доставит. Давайте теперь по комплектации. Она у мистер Блейдов немножечко изменилась. Вот такая вот белая коробочка с большим логотипом мистер Блейд, красной звездой. Внутри нас встречает еще одна, ну так сказать, лыжемент. И у всех этих фронталок есть вот такой вот нейлоновый чехол. У него есть застежка фастекс. Ну и непосредственно внутри располагается сам нож. Также чехол можно повесить на ремень. Только вот ремень не самый широкий, это имейте в виду. Конечно, если сделать вот так, то есть не на полную закрывать липучку, то можно и на более широкий. Но все-таки это под стандарт сделано и, например, под армейский не подойдет, на мой взгляд. Так вот, подведем итоги. Ровер это клевая фронталка в бюджете до 5000 рублей. И именно благодаря этому параметру это серьезный конкурент другим фронталкам, которые есть на рынке. Также их приехало довольно много. По 20 вот таких вот реймов и по 10 штук роверов. Поэтому, думаю, хватит на всех. Ссылочки находятся в описании к видео. А я на этом моменте буду с вами прощаться. Всем удачи, до новых встреч на нашем канале. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова